уважаемые студенты третьего и четвертого курсов мы продолжаем изучение дисциплины академическое письмо сегодня наша следующая тема это аннотация как жанр академического письма и принципы ее составления на изучение этой темы в лекционном формате отводится один час и так цель нашей сегодняшней лекции познакомиться с понятием аннотация и различными видами показать практическое значение данного жанра и его особенности а также рассмотреть принципы составления и структуру текста аннотации у нашей лекции также есть еще и ряд задач это формировать умение анализировать аннотацию определять тему основные мысли текста давать развернутый ответ поставленный вопрос развивать логическое мышление речь обучающихся а также воспитывать интерес к чтению и коммуникативные качества но эти задачи скорее относится уже к семинарскому занятию по данной теме а мы же обратимся к лекционной части и сегодня мы рассматриваем три вопроса первый аннотация как жанр академического письма второй принципы составления и виды аннотаций и третий завершающий вопрос структура текста аннотации начнем с первого вопроса аннотация как жанр академического письма так что же представляет собой аннотацию представляет собой краткую справку о печатном произведении наряду с общей характеристикой аннотация включает некоторые дополнительные сведения об источнике и его авторе аннотация позволяет судить о характере работы и ее ценности для аннотирования как и для реферирования предлагаются научные и научно-популярные статьи монографии по проблемам близким к специальности студента аннотирование это сложно комплексное умение при котором выполняются следующие операции поиск информации выделение главной информации и аргументации вместе с тем обращаю ваше внимание при аннотировании не требуется такого точного понимания текста и вычленения всех существующих положений содержание источника как при реферировании отсутствует тождество между текстом оригинала и существующих положениях и текстом аннотации теперь о принципах составления и видах аннотации текстом аннотации предъявляется ряд строгих требований первое учет ее назначения затем учет содержания аннотируемого оригинала третье требование соблюдения логической структуры четвертое очень важно ограниченный объем как правило текст аннотации очень и очень лимитирован пятое требование использование языковых средств свойственных научно-технической литературе то есть научное построение текста и использование соответствующей терминологии и стилистики в основе работы над аннотации лежит умение выделять главную информацию из текста первоисточника то есть это одно из главных учебных умений умение выделять главное по содержанию и целевому назначению аннотации подразделяются на справочные аннотации их также называют описательными или информационными они характеризуют тематику текста сообщают какие-либо сведения о нем но не дают его критической оценки они такие нейтральные я бы сказал объективные рекомендательность аннотации характеризует первоисточник и дает оценку его пригодности для определенной категории потребителей с учетом уровня подготовки возраста и других особенностей потребителя ну потребителя в данном случае научной продукции то есть обычно такая аннотация содержит фразу типа данное издание рекомендуется специалистам такого-то профиля такой-то науки или там всем интересующимся тем-то и тем-то по полноте охвата содержания аннотируемого макротекста и читательскому назначению аннотации подразделяют на первое общие аннотации они характеризуют макротекст документа в целом и рассчитаны на широкий круг пользователей второе специализированные аннотации характеризуя документ лишь в определенных аспектах они рассчитаны на узкий круг специалистов и носят в основном справочный характер разновидностью специализированной аннотации является аналитическая аннотация характеризующая определенную часть или аспект содержания документа которые посвящены определенной теме и мы переходим к третьему вопросу лекции структура текста аннотации характеризуя структуру аннотации необходимо обратить внимание на следующие аспекты первое элементы выходных данных в которых обычно указывается имя отчество и фамилия автора иногда вместо имени отчества инициалы автора или авторов книги если у книги несколько авторов а также указывается издательство место и год издания это очень важно потому что книги могут издаваться неоднократно и соответственно название книги автора могут остаться неизменными а вот название издательства место год издания могут меняться также нужно обратить внимание на расположение в книге библиографического описания и аннотации они обычно помещаются на обороте титульного листа поэтому рассматривая книгу внимательно изучайте не только титульную страницу но и оборот титульного листа там тоже может содержаться очень важная и ценная для вас информация теперь поговорим о структуре аннотации аннотация как правило состоит из двух обязательных частей первое содержательная характеристика первого источника цель автора и второе адресат первичного текста то есть цель автора при написании данной работы какая-то определенная содержательная характеристика этого текста а также что очень важно кому адресован этот текст кого он может заинтересовать кому он адресован кроме того помимо двух вот этих обязательных частей могут быть и некое назовем их факультативные части во первых это композиция и структура первичного текста то есть может быть указано что там работа разделена на столько-то глав там или там частей там или там сборник статей содержится только-то там допустим публикации и так далее и второе вторая так сказать факультативная часть это иллюстративный материал приведенный в первоисточнике то есть в аннотации могут указаться что текст сопровождается вот такими-то иллюстрациями фотографиями и так далее каждая смысловая часть аннотации оформляется с помощью языковых стереотипов начнем с характеристки содержания текста обычно она начинается с таких фраз как в данной статье или книге рассматривается то-то и то-то да в данной статье книги изложены статья посвящена или в статье даются в основу работы положено автор останавливается на следующих вопросах автор затрагивает какие-то проблемы цель статьи показать то-то и то-то да цель автора объяснить или раскрыть такое-то там событие явление понятия да целью статьи является изучение и далее по тексту да и автор ставит целью проанализировать то или другое второе композиция работы да как обычно она так сказать характеризуется какими фразами то есть я уже упоминал что может быть фраза книга состоит из стальки-то глав или частей или статья делится на 2-3 части допустим или в книге выделяются следующие там такие важные какие-то допустим элементы блоки так сказать структурные и так далее и наконец назначение текста то есть как правило указывается что статья предназначена там для широкого клуба читателей там статья рекомендуется любителям там такой-то науки или такой-то сферы деятельности допустим или сборник рассчитан на специалистов профессионалов или допустим всех интересующихся истории допустим да или там для бакалавров магистрантов специальности такой-то допустим или что часто бывает и уже называлось первое предназначается широкому кругу читателей да или книга заинтересует там таких-то таких-то так сказать читателей пытливых любознательных и мы переходим к вопросам для закрепления 1. охарактеризуйте аннотацию как жанр академического письма 2. каковы принципы составления аннотации 3. какой должна быть структура аннотации к научной статье 4. какие фразы, выражения обязательно должны присутствовать в аннотации к научному труду и наконец 5. достаточно общий вопрос чем по-вашему должна отличаться структура текста в научных работах вот вы можете получить ответы на эти вопросы если внимательно еще раз так сказать просмотрите, проработаете текст видео лекции а также прочитаете тезисы этой лекции в вашем силабусе по курсу академическое письмо помимо этих вопросов для закрепления я обращаюсь к вам уважаемые студенты 3-4 курсов с определенным заданием по данной теме аннотация как жанр академического письма у нас будет проведена открытая лекция это будет открытое занятие которые могут посетить представители деканата методической части коллеги мои по кафедре и факультету вот поэтому я естественно прошу вас соблюдать дисциплину то есть вовремя входить на это занятие занятие по данной теме состоится в понедельник 23 ноября начнется в 9 часов утра ровно и кроме требований к определенной дисциплине необходимой трудовой вашей учебной вот у меня к вам просьба вам обязательно нужно будет взять с собой к экрану компьютера так сказать или смартфона какую-нибудь книжку желательно научную пусть это будет учебник пусть это будет сборник статей а как они книга так сказать или журнал научный пожалуйста вот какое-то печатное издание так сказать научного характера должно лежать рядом с вами где-то у вас под рукой для чего я объясню уже на самом занятии 23 ноября напоминаю но это задание обязательно для всех пожалуйста эту книгу с собой возьмите и держите где-то рядом чтобы вы могли мгновенно ее взять и выполнить то задание которое вы получите в ходе открытого занятия ну и последний элемент нашей лекции обязательный элемент это список рекомендуемой литературы это учебное пособие для студентов обучающихся в бакалориате Ваехметова Десендене академическое письмо языки стиле академического письма это учебник и практикум для академического бакалориата Кушинска, Зевахина, Харкина, Гордиенко академическое письмо от исследования к тексту новейший вид издания 19-й год Квицыния учебное пособие по академическому письму 2018-го года издания работа Сёмушина ульяновского специалиста письменная и устная научная коммуникация учебное пособие и наконец электронный учебник карагандинских наших коллег Готинга и Браева основы научных исследований издания КРГТУ 2017-го года На этом всё наша лекция завершена Благодарю вас за внимание Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok